В Самарский филиал Волжского государственного университета водного транспорта Ирина Чернова поступила по примеру старших братьев. В ВУЗе преобладают мужские специальности, призналась девушка, но ее заинтересовала логистика. Привлекла, прежде всего, престижность профессии. Во время обучения без подводных камней и нервов не обошлось, но преодолев все испытания, Ирина окончила университет с отличием. Теперь строит планы на будущее. Конечно же, я понимаю то, что сейчас с первого момента сразу я не добьюсь каких-то высот, и меня никто не возьмет уже сразу квалифицированным логистом. Поэтому нужно начинать с самого низшего, начинать по ступенькам подниматься. Пока, думаю, может быть, получится в наш речной вокзал устроиться, пассажирский. Сегодня на городской набережной Ирине и ее однокурсникам торжественно вручили билет во взрослую жизнь. 140 выпускников пополнили ряды речного флота. Будущие специалисты сыграют важную роль в жизни Волги – главной водной и транспортной артерии региона. Река, Волга – это артерия, которая является, в общем, смыслом во многом существования наших регионов, драйвером развития экономики. И крайне важно, чтобы как можно больше молодых профессионалов каждый год приходило в эту отрасль. Еще несколько лет назад самарский филиал Волжского государственного университета водного транспорта хотели закрыть. Однако сегодня бывший речной техникум получил лицензию по программам высшего образования, став полноценным вузом. Я искренне желаю вам не растерять, а только приумножить свои профессиональные навыки в будущем, заниматься дальше самообразованием, потому что жизнь сейчас диктует такие условия, что нужно обладать умениями и знаниями. Конечно, удачи, здоровья всех, все их подкили. Уже в этом году главные корпуса университета ждут ремонт и реставрация, которых не было со времен его основания в 1936 году. Кроме того, в ближайшее время на Сухой Самарке начнут возводить учебно-тренировочный комплекс для курсантов, чтобы они могли проходить стажировку и практику в нашем регионе, а не уезжать для этого в соседние. Михаил Гермоленко, Василий Колдашов. События.